Здравствуйте, уважаемые любители шахмат! Меня зовут Евгений Гринис. И сегодня я хотел бы показать вам первое видео из серии Дебютные катастрофы. Катастрофы в дебюте могут, конечно, произойти только при наличии грубой ошибки. Но, тем не менее, они очень для нас полезны. Сегодня я покажу вам сразу 4 партии, которые объединены одним и тем же первым ходом белых. Следующая партия игралась в 1991 году в Германии между Керстин Кунце и гроссмейстером Андреем Ковалёвым из Белоруссии. Г3. Это начало относится к неправильным началам. По-английски оно называется Дебют Бенко. Е5. Слон g2. d5. c4. d4. e3. Это не очень хорошая идея белых. Лучше было d3. Конь c6. Чёрные уже стоят лучше. ed. Ферзь бьёт d4. Можно было побить конь d4 с лучшей позиции у чёрных. Или даже конь b4. И после d3 ферзь бьёт d4. Позиция чёрных почти выиграна. Ковалёв побил. Ферзь бьёт d4. Слон бьёт c6. Шах. bc. Ферзь e2. Плохой ход. Слон g4. Неплохо было также слон f5. Конь f3. Ферзь e4. Конь c3. Ферзь e2. Король e2. Длинная рокировка. С угрозой слон d3. Шах. У чёрных была намного лучшая позиция. После слон g4. Белые делают ещё одну ошибку. Ферзь e3. После лучшего. Конь f3. Слон бьёт f3. Ферзь бьёт f3. Ферзь бьёт c4. Конь c3. У чёрных было пешкой больше. Но это было ещё лучшее продолжение для белых. После ферзь e3 следует... Ферзь бьёт c4. Висит слон на c1. Но белые играют ферзь бьёт e5 шах. И этот ход проигрывает партию. Лучше было конь c3. Но чёрные в этом случае имели лишнюю пешку бесплатно. И к тому же преимущество двух слонов. Например, слон d6. Ф4. Ферзь e6. Конь e2. Еf. Ферзь e6. Слон e6. Конь бьёт f4. Слон f5. И чёрные с двумя активными слонами стоят лучше. После ферзь бьёт e5. Вероятно, белые собирались пойти ферзь c3. Чтобы не потерять слона. Чёрные играют король d7. И неожиданно для белых выясняется, что в любом случае на любой ход, в том числе на ферзь c3, чёрные играют ладья e8 шах и выигрывают партию. Или на какой-то другой ход конь c3, например, то же самое идёт. Ладья e8 выигрывает ферзя. Белые сдались. Ещё в одной партии было сыграно на g3. d5. Слон g2. c5. Это была партия Ласло против Пройс. Золокара Open. 1994 год. Д3. Е5. Конь c3. Слон e6. Е4. Д4. Конь e2. Конь c6. Ф4. Ф6. Чёрные играют как бы вариант земеша в староиндийской защите с переменой цвета и без одного темпа. И так же белые провели ранее f2 и f4. Белые стоят немного лучше. Конь f3. Ф7. Рокировка. Длинная рокировка. ФЕ. Конь e5. Конь f4. Ф4. Белые хотят обменять важного белопольного слона чёрных. Чёрным это не нравится. Они играют слон f7. Лучше было сыграть слон g4. Последовало бы. Конь e5. Ферзь бьёт g4. Ферзь бьёт g4. Ферзь бьёт g4. Слон h3. Ферзь бьёт h3. Конь бьёт h3. Х6. С примерно равной позицией. После слона f7. Проигрывающий ход. Конь бьёт e5. Фе. Слон h3. Проигрывается ферзь. Чёрные сдались. Ещё в одной партии. Так же после c6. Белые сыграли... После c6. Точнее. c4. e6. Ферзь c2. f5. Чёрные играют по строению Каменная стена. Из голландской защиты. Но белые ещё не пошли d2, d4. Конь f3. Конь f6. Рокировка. Слон d6. Это была партия Шварц Михаэль против Клев Андре. Дрезден. 1994 год. d3. В этом разница с голландской защитой. С d4. Рокировка. Конь c3. dc. dc. e5. Белые играют e4. Конь бьёт e4. Конь бьёт e4. Конь бьёт e4. Фе. Конь g5. И чёрные, рассчитывая на ход конь бьёт e4, убирают заранее своего слона. Слон c7. Это ход, проигрывающий партию. Лучше было сыграть слон e7. После ладья d1. Ферзь c7. Слон бьёт e4. g6. Белые стояли лучше. Но чёрные ещё могли играть. После слон c7. Белые побили слон бьёт e4. И у белых выигранная позиция. Например, если сыграть h6. Белые играют слон h7. Шах. Король h8. И слон g8. И чёрные получают мат ферзём на h7. Чёрные сдались. Ещё в одной партии было сыграно после g3, e5, d4. Это партия Мофат Андрей, Манук Тьери, Бермуды, 1998 год. Ед. Конь f3. Д5. Конь бьёт d4. Конь f6. Слон g2. Слон e7. Рокировка, рокировка. Конь c3. c5. Белые играют как бы скандинавскую партию в первой руке. Конь b3. d4. Здесь белые сыграли конь a4. Не очень хороший ход. Лучше было конь e4. С равными шансами. После конь a4 чёрные защитили пешку c5. Конь a6. И стоят уже лучше. e3. Грубая ошибка белых. Надо было сыграть c4. И на слон d7. Конь d2. Защищая коня. Чёрные стояли лучше. Но партия ещё не была бы решена. После же хода e3 чёрные пошли на ферзь d7. Напали на коня. И этот ход выигрывает фигуру. Белые сдались. Это было моё первое видео из серии Дебютные катастрофы. Надеюсь, что оно вам понравилось. До свидания. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok